В полку тюменцев в Олимпийской сборной России, кажется, прибыло. Спринтер Глеб Ретивых на этапе Кубка мира в Словении добрался до финала. По набранным очкам он теперь уступает только двум лидерам национальной команды – земляку Александру Большунову и югорчанину Сергею Устюгову. Так что, если по неведомой причине он не будет забанен комиссией, рассматривающей допуск на игры, то в Пхенчхане сможет постараться выдать ускорение всей своей жизни. В славянской планице не было некоторых лидеров сборной России. Тот же Устюгов пока восстанавливается после повреждения, полученного на тур-дески. А Большунов готовится к первенству мира в Швейцарии. Само собой, на молодежные соревнования ставка не делается. Приоритет один – Олимпиада. Но как подводящий старты – самое то. Продуманно и согласованно для того, чтобы не терять соревновательную практику, надо обязательно выступать на соревнованиях. Планится за классификационные баллы и, соответственно, путевку на игры бились те, кому она пока не гарантирована. Призер Олимпиады еще 2010 года Александр Панжинский и опытный югорчанин Антон Гафаров дошли в спринте до полуфинала. Ретив их забрался еще дальше и пробился в решающий забег, где стал шестым. Я думал, он сейчас, на данный момент, он не в каких-то ближайших спринтерах, но для гонки, я думаю, он не выполнил. Скорее всего, будет выступать на лимпийских химиях. У женщин-россиянок в финале не было. Впрочем, Тюменко Татьяна Алешина выступила достойно – 15-е место. Это второй результат среди соотечественниц. Так что сибирячка еще может поспорить за место в олимпийской спринтерской команде. Как и ее земляк-дистанционщик Денис Пиццов. Заработанных очков для стопроцентного отбора ему пока не хватает. Нужно проявить себя на первенстве мира. Но есть одна загвоздка. Первенство планеты в Швейцарии стартует 28 января. В этот же день завершится последний перед олимпиадой этап Кубка мира в Австрии, который может стать судьбоносным для Алешиной.